Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и те кто поставил лайки, благодарю вас за это и приглашаю дальше подписываться и ставить лайки моему каналу, для того чтобы это видео могли увидеть как можно больше людей. А у нас с вами сегодня 9 июня и на время записи 12 часов и оперативная обстановка подается на 12 часов текущих суток. Итак, поехали. Самое наше болезненное направление, самая тяжелая обстановка в Северодонецк. На сегодняшний день можно сказать, что обстановка более-менее стабилизирована за счет контрбатарейной борьбы нашей артиллерии и за счет в принципе огневого противостояния в основном артиллерийских систем. Нам удалось стабилизировать обстановку не только в самом Северодонецке, сейчас уличные бои немножко утихли и в городе идет фактически артиллерийская дуэль. Наша артиллерия наносит поражение противнику, а российская артиллерия пытается наносить поражение нашим войскам. В районе Лимана попытки наступления остановлены. Противник пытается восстановить наступательные действия или возобновить наступательные действия в районе Изюма в направлении Славянск. Имеет незначительный успех, но в принципе мы сдерживаем продвижение его в направлении города Славянск. В районе Попасной наши войска оттеснили российские войска от трассы. Трасса продолжает оставаться, имеется ввиду ли сейчас Бахмут, продолжает оставаться под нашим контролем, но она очень сильно простреливается российской артиллерией. Поэтому практически на сегодняшний день она не используется. Вот такая вот общая обстановка. Пока что новых войск в районе Северодонецка не появилось. Прибывает личный состав и техника, которые идут прямиком из Российской Федерации в качестве восполнения потерь. Боеспособность российских войск восстанавливается непосредственно уже на местах. То есть батальонно-тактическая группа, получившая значительные потери, выводится просто с переднего края, доукомплектовывается людьми и техникой. Насколько это возможно или насколько позволяет прибывшие личные составы техника и тут же возвращается назад на передовые позиции. Настроение российских войск падает, потому что успеха нет. И уже даже звено о младших и средних офицеров высказывает довольно большие сомнения в плане целесообразности дальнейшего продвижения. Вполне возможно, что именно такие настроения влияют на то, что плюс работа нашей артиллерии, очень хорошая, очень грамотная, влияет на то, что наступление вокруг Северодонецка и в самом городе Северодонецке фактически на сегодняшний день не возобновляется. И мы вот наблюдаем такой некоторый спад боевой активности, хотя огневой контакт между сторонами конфликта не утихает ни на минуту. За прошедшие сутки в районе Северодонецка было отбито около семи атак противника. На данный момент фронт более-менее стабилизирован. Запорожское направление, в отличие от Северодонецкого, здесь наоборот наблюдается спад боевой активности. Вчера мы говорили о том, что снята часть войск в районе Васильевки и переброшено на другое направление, куда вот пока еще войска не дошли. То есть ни на Херсонском, ни на Северодонецком, мы их на Луганском, можно так сказать, не наблюдаем. Да, действительно, там немножко расширю и отвечу по поводу танков Т-62М, которые прибыли туда эшелоном несколько недель назад. Они в основном стоят в окопах в качестве оборудованного района обороны. На сегодняшний день, я так понимаю, пока они не в инженерном отношении позиции оборудованы, танки закопаны, но в качестве наступательной силы их использовать пока что не собираются. Более детально расскажу в ответах на вопросы по поводу применения этих танков на запорожском направлении. Что касается Херсонского направления, здесь у нас есть позитивные новости. Мы расширяем наши плацдармы. Вот те плацдармы, которые были заняты нами в районе реки Ингулец, мы пытаемся их расширить. Здесь есть успехи, незначительные, но есть. И мы пытаемся расширить плацдармы с северо-запада и юго-запада Херсонской области в направлении Херсон. Тоже у нас есть незначительные, но успехи. И что приятно отметить, то что наша авиация и наша артиллерия совместно наносят огневые удары по позициям российских войск. То есть мы начинаем потихонечку переходить в режим огневого поражения уже в комплексе, используя авиацию и артиллерию. На Одесском направлении изменений нет. На сегодняшний день есть угроза ракетных ударов. В Приднестровье все остается без изменений. Ситуация более-менее стабилизируется. Беларусь тоже без изменений. Продолжается движение войск, но мы их четко отслеживаем. Идет ротация подразделений вдоль нашей границы. Некоторые части подходят, другие части уходят в пункты постоянной дислокации. Далее идем в Сумская, Черниговская и часть Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Активно ведется разведка со стороны Российской Федерации. Были сбиты несколько беспилотников типа Орлан-10, которые проводили разведку наших позиций. Было совершено несколько обстрелов наших населенных пунктов, приграничных с минометов и артиллерией противника. Харьковское направление. Вот здесь, наверное, надо отметить движение. Есть движение. И российские войска попытались продвинуться в направлении трассы Харьков-Салтов. И с целью перерезать дорогу, которая сообщается, есть сообщение между Харьковом и Салтовым. Для того, чтобы попытаться ликвидировать наш плацдарм на южном берегу реки Ингулец. Успеха противник не имел. Понес потери и, в принципе, откатился на исходный рубеж. Трассе ничего не угрожает. Мы остались на тех же позициях, но, тем не менее, боевая активность российских войск была довольно значительной на последние сутки на этом направлении. Вот примерно по оперативной обстановке все из того, что мы за сегодняшние сутки имеем практически по всем направлениям. Ну а дальше приступаем к нашей с вами беседе и ответам на те вопросы, которые вы прислали. Итак, первый на сегодня вопрос политический. И он звучит так. Существует мнение, что ни Российская Федерация, ни Украина не подписывали договор, обязывающий соблюдать Женевскую конвенцию. Так ли это? И если так, то означает ли это, что никакой ответственности за нарушение правил ведения войны эти страны юридически нести не должны? Это не так. Обе страны, и Российская Федерация, и Украина после объявления своей независимости подписали и ратифицировали протокол номер один и номер два Женевской конвенции о правилах ведения войны и защиты жертв войны. Так что наша подпись там стоит и наша страна эту конвенцию соблюдает. Что касается Российской Федерации, то Российская Федерация отозвала свою подпись в 2019 году. И фактически с того момента, с 2019 года, Российская Федерация вышла из международного права по правилам соблюдения войны и защите жертв войны. Поэтому, в принципе, наверное, и объясняется, что, видимо, они к этой войне готовились заранее, и этим и объясняется жестокость поведения российских солдат на территории Украины в отношении особенно мирного населения. Что касается ответственности, то здесь должна работать Организация Объединенных Наций. Вот почему я всегда высказываюсь критически в отношении этой организации. Как сказал наш президент Зеленский, выступая перед Генеральной Ассамблеей, что если ООН не в состоянии сегодня остановить эту войну, какой смысл в существовании самой ООН? Дело в том, что механизм ответственности и наказания за нарушение вот этих договоренностей есть ООН, которая должна вводить санкции против страны, развязавшей войну или не соблюдающей правила введения войны до тех пор и в таком объеме, пока эта страна не откажется от применения вот этих вот негуманных методов введения войны и не остановит саму эту войну. Далее ООН должна инициировать переговорный процесс в качестве посредника или гаранта безопасности между сторонами конфликта в ходе введения переговоров. ООН сегодня не выполняет свои прямые функции, поэтому, к сожалению, можно констатировать, что механизм отсутствует. Есть механизм Международного уголовного суда, я уже про него вам рассказывал, посмотрите в предыдущих видео. Но, опять же, это очень длительный процесс и нужно ряд стран, которые соберут этот Международный трибунал, проведут его и потом будут требовать от выполнения решений этого Международного трибунала. Вот, возвращаемся немного к оперативной обстановке и здесь вопрос по поводу... К Васильевке стянули 30 танков Т-62. Они доставлены под шапкой-невидимкой? Нельзя было уничтожить эшелон? Или нечем? Или угрозы не представляют? Нет, они угрозу представляют. Все-таки считайте, что это, ну, будем так говорить, на мобильной базе 115-мм пушки, которые закопаны в окопы и могут наносить довольно серьезный урон нашим войскам. Особенно, если они стоят в обороне. Их довольно тяжело из окопов выколопать или уничтожить в этих окопах. Поэтому угрозу они, конечно же, и представляют. Как и любой другой танк. Что касается... Да, мы все видели. Не под шапкой-невидимкой их доставили. Мы все это видели и отслеживали этот эшелон, который там доехал до Мелитополя, где-то в районе Мелитополя разгружался. Вот. И, а может быть, и дальше доехал, разгружался. Но смысл не в этом. Смысл в том, что нам нечем достать туда, у нас нету средств такого вооружения, которое бы достало, допустим, до станции разгрузки в том же Мелитополе. И мы не уничтожили этот эшелон в тот момент, когда он разгружался. В этом плане неоднократно уже мы говорили с вами о том, что мы ждем. Ждем, когда нам дадут такие средства, которые будут доставать на дальность больше 100 километров, для того, чтобы наносить в глубине обороны противника, наносить ему огневое поражение. Скажите ваше мнение по поводу усталости от войны мировых лидеров. Может ли случиться так, что мир перестанет давать Украине оружие из-за усталости и заставить Зеленского сесть за стол переговоров с вытекающими последствиями? Нет, такое случиться не может. Как бы там ни говорили, как бы Российская Федерация не продвигала свое лобби в плане принуждения нас. А я так понимаю, что сейчас будет очень большая волна со стороны России с целью посадить нас за стол переговоров. Даже вот начиная со вчерашнего заявления в Анкаре, точнее в Турции, в Лаврово, о том, что Россия открыта к переговорам, это говорит о том, что они очень их хотят. Очень. Они понимают, что дальше они наступать не могут, а если у нас начнет приходить оружие по Ланглизу, то тогда мы сможем наступать, что для России крайне недопустимо проиграть в этой войне. Поэтому они будут сейчас пытаться нас усадить за стол переговоров для того, чтобы застолбить тот успех, который они на сегодняшний день достигли. Но условия наших переговоров, и это совпадает сегодня с основными партнерами нашими среди западных стран, а именно это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания, это страны Восточной Европы, которые нас больше всего поддерживают. И большинство стран Европейского Союза, большинство, а также других стран в мире, все согласны на том, что война должна быть закончена по классическому варианту, то есть поражением одной из сторон. И эта сторона будет Российская Федерация. Все настроены на это и будут давать помощь Украине в таких объемах, которые будут необходимы. Кстати, об этом сказал не я, об этом сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден, что Украина получит такое количество оружия, которое ей будет необходимо для достижения победы на поле боя над Российской Федерацией. Поэтому тут вопрос уже о усталости не идет, тут идет вопрос о выживании цивилизованного мира. Потому что все прекрасно понимают, что если Путин одержит победу, хотя бы промежуточную, то дальше ситуация будет только ухудшаться для западных стран, для цивилизованного мира. А для Российской Федерации ситуация будет улучшаться, и ее гегемония будет в мире, на международной арене только возрастать. Поэтому я думаю, что усталость вряд ли помешает Западу поддерживать Украину в борьбе против Российской Федерации, от российского фашизма. Когда все-таки Украина победит? Какая судьба в дальнейшем ждет русскоязычных украинцев? Ведь сейчас этот язык большинство украиноязычных граждан расценивает как вражеский язык. Хотя мы больше всех сейчас страдаем на востоке Украины и любим свою страну. Как власть будет принимать законы о языке? Ведь запретить говорить на нем никто не имеет права. Как поступать, если есть ущемление по языковому признаку? Мы же не виноваты, что родились в СССР. Ну дело в том, что каждый человек... Во-первых, я не знаю такого, чтобы по языковому признаку ущемляли. Даже в Киеве, пожалуйста, можно зайти и общаться на русском языке. Да, сегодня в связи с войной русский язык получил еще одну негативную оценку со стороны Украины. И большинство граждан Украины понимают, что внешняя идентификация в первую очередь производится на языке. Очень тяжело ответить на вопрос, когда в Европе ты обращаешься к какому-то иностранцу, он говорит, вы русский? Нет, я украинец. А что же вы разговариваете на русском языке? Это внешний признак, национальный признак любого человека, любого гражданина. Почему-то у немцев, у французов, у поляков, у чехов ни у кого не стоит вопрос языка. У нас этот вопрос стал какой-то камнем преткновения или притчей во языцах. Никто не собирается никого ущемлять. Законы все о языке приняты. Конституция четкая и ясно дает понять, какой язык государственный и сколько их у нас. Один. На сегодняшний день, слава богу, что один. И дай бог, чтобы так осталось. Но никто не собирается ломать кого-то через колено в плане языкового барьера. Хочешь, переходишь. Не можешь перейти или не хочешь перейти, пожалуйста, спокойно доживай свой век, пользуйся. Но наша молодежь, наши дети, они растут в сфере украинского языка. И школа, и институт, и любая документация вездется на государственном языке. Посмотрите на своих детей, на своих внуков. Они уже вильно размавляют украинскую мову и для них царит на мову. Понимаете? Это родной язык для них. И вот такие вещи, как переход с одного языка на другой, они происходят не одномоментно и не в приказном порядке. Это смена поколений. Вырастет еще одно-два поколения и вы фактически не услышите русской речи на территории Украины. Война просто ускоряет. Война всегда обнажает такие конфликтные или, будем так говорить, нестандартные процессы. Она их обнажает и она их ускоряет, как правило. Что мы и наблюдаем здесь. На всплеск патриотизма и переход на украинский язык. То же самое, но при этом в армии, в вооруженных силах Украины сражаются бойцы, которые говорят и на русском языке, и на украинском языке. И никто никого не притесняет, и никто никому не ставит в укор. Наберитесь терпения, сменится одно-два поколения и мы получим полноценных украинцев, которые говорят на родном украинском языке. Почему американцы не направят в Черное море свой эсминец? Для участия в военных действиях, не для участия в военных действиях, а для того, чтобы отвлечь на себя часть сил военно-морского флота Черноморского России. Ведь если там будет корабль США, то ВМФ будет вынужден его контролировать и сопровождать. Тем самым он отвлечет на себя значительные силы военно-морского флота Российской Федерации в Черном море. Вряд ли этого случится, объясню почему. Потому что те же Соединенные Штаты, являясь одной из ведущих стран в Североатлантическом альянсе, они будут максимально дистанцироваться от этого конфликта. Вспомните слова Джозефа Байдена о том, что США и НАТО в целом будут максимально дистанцироваться от этого конфликта. Поэтому ожидать, что американцы придут в Черное море, поставят свой корабль и будут подвергаться провокациям со стороны России, которая будет их обязательно провоцировать на первый выстрел, я уже рассказывал, почему это значимо и почему русские будут добиваться первого выстрела со стороны американцев. Но этого никто не будет делать. Кстати, даже там учения, которые анонсировали военно-морских сил стран-членов НАТО, сначала вроде бы была информация, что они будут в Черном море, потом было уточнение и эти учения будут проводиться на Балтике. В Балтийском море. То есть подальше от российских берегов и там, где море больше международное, чем российское. Поэтому не надо ждать, не надо надеяться, что придут американцы и чем-то нам поможет. К сожалению, за нас воевать никто не будет. Помогать? Да, помогает. Но присутствие корабля в Черном море это не та помощь, на которую мы можем рассчитывать от Соединенных Штатов. Объясните, пожалуйста, как ведется подсчет потерь у противника после боя. Вопрос, смотрите, мы... Дело в том, что собирается информация. После каждого боя командиры всех уровней собирают информацию о потерях, раненые, убитые. Естественно, бойцы видят друг друга и они сообщают эту информацию. По противнику точно так же. Мы, кто видел, говорят там подтвержденные, неподтвержденные. Единственное, что потери, допустим, экипажей и бронетехники, они ведутся приблизительно. Почему? Потому что если в танке мы понимаем, что экипаж 3 человека, или если это Т-62, то 4 человека, то в БМП может находиться 3, а может находиться 10 человек. То есть десант на месте, или пехота на месте в десантном отделении, или не на месте. Вот этого мы знать не можем. Если БМП подорвана, и сколько человек в ней погибло, мы берем ориентировочно. Берется, скорее всего, если она находилась на позиции, то берется, скорее всего, по экипажу. Точно так же грузовые машины, которые могут перевозить личный состав, там тоже очень тяжело определить. И вот когда уничтожается группа войск, допустим, в районе сосредоточения, мы наносим артиллерийский удар, то потери в технике и в личном составе могут быть приблизительными по оценкам либо визуальной разведки, это беспилотника, либо агентурной разведки, если там где-то торчат уши разведчиков, они могут примерно посчитать, либо это берется теоретическим расчетом, какой процент поражения мы можем нанести этой цели при таких условиях и такой интенсивности обстрела. Поэтому эти все потери это приблизительные цифры, примерно, на которые можно ориентироваться, но которые должны уточняться и уточняются в ходе дальнейших боевых действий. Если война оппозиционная, то уточнить их невозможно. Если мы оставляем какой-то рубеж, то уточнить потери противника невозможно. Если мы наступаем, то для нас потери противника становятся более-менее реальными и более-менее точными, потому что мы можем их посчитать непосредственно на поле боя. Расскажите, пожалуйста, о дистанционном минировании, в частности, инженерное средство дистанционного минирования земледелия, работу которой обнаружили на севере от Харькова. Смотрите, да, действительно, Российская Федерация разработала систему под названием земледелие. Это бронированный КАМАЗ четырехосный, на котором стоит два пакета по 25 штук реактивных снарядов, которые снаряжены минами, различными минами, противопехотными, противотанковыми. Они могут минировать на дальность от 5 до 15 километров, причем за счет того, что на машине стоит система GPS-навигации и электроника для расчета данных, метеокомплект и электроника для расчета данных для стрельбы, то есть они могут более-менее точно выкладывать мины на грунт и даже оставлять проходы для своих войск в этом минном поле. Действительно, работа этого комплекса была замечена под Харьковом, но хочу сказать, что он был принят, закончились государственные испытания в 2020 году и сразу же он был принят на вооружение. На параде 9 мая он уже ехал, в 2020 году он ехал в составе парадного расчета. Но количество выпущенных машин очень ограниченное. Все, что они успели выпустить, там исчисляется несколькими десятками машин. Поэтому я думаю, что здесь этот комплекс мог применяться в качестве апробации в боевых условиях. И еще один такой нюанс, очень важный для нас и для нашего понимания. Дело в том, что все мины имеют механизм самоликвидации. Когда комплекс закладывался в разработку, видимо, тогда Россия еще не вышла из конвенции о защите правилах ведения войны, Женевской. И, соответственно, противопехотные мины, они имеют самоликвидатор, который может устанавливаться на различное время в пределах 48 часов. Но в любом случае через 48 часов эти мины самоликвидируются. То есть методом подрыва. Вот такая особенность комплекса земледелия и его применения. На других участках пока он не был отмечен. Кстати, вот Харьковское направление, именно дистанционное минирование, мы много говорили, и в оперативной обстановке я вам говорил, что оно применяется для того, чтобы российские войска пытаются максимально сдержать наши войска, чтобы не допустить их выхода на государственную границу Украины. Расскажите, пожалуйста, по какой схеме эффективно топят вражеские корабли, если мы знаем, что на них имеется система ПВО. Но в таком случае ее лучше отвлечь и в этот момент атаковать корабль, как это было с крейсером Москва. Или лучше сделать залп из нескольких ракет, чтобы ПВО не смогло отработать все количество этих ракет. И хоть одна, да попала бы в цель. Что из этих вариантов более целесообразно и применяется ли такая тактика? Или существуют иные варианты? Тактика массированного ракетного удара сегодня практически не применяется. Это была тактика Второй мировой войны. Вот это то, о чем мы говорим, что война третьего поколения. Когда были массированы удары, в том числе и ракетные. И это было продиктовано особенностями конструкции ракет. Ракеты были не такие высокоточные, как сегодня. И поэтому тогда действительно брали массовость. И, кстати, системы ПВО создавались из расчета... Одна из характеристик систем ПВО была, сколько каналов, целевых каналов может поддерживать система ПВО. То есть, сколько целей одновременно она может вести. Вести, точнее. И, соответственно, поражать. Вот такая была гонка противостояния. Сегодня ракеты очень высокоточные и очень дорогостоящие. И делать массовый залп, это, ну, в принципе, наверное, ни одна страна в мире не может себе позволить такой роскоши. Тем более, что понимая, что большая часть ракет, она не достигнет цели и будет сбита. Поэтому применяются одиночные ракетные удары, массовым-то, максимум, групповые ракетные удары, с применением вот крылатых ракет, которые могут пробираться и преодолевать систему радиоэлектронных помех. Если они, атаки, всегда ставятся при угрозе ракетного удара, особенно для этих самых, для кораблей. И либо идти в мертвой зоне радаров, чтобы их не было видно. И это называется способность ракеты по преодолению систем противовоздушной или противоракетной обороны. Что и было сделано. И может быть маневр отвлечения на ложную цель и удар ракетами уже без преодоления ПВО, когда оно отвлечено на какую-то другую ложную цель. Но в основном применяются ракеты высокоточные, с небольшим расходом самих ракет и, в принципе, максимальной вероятностью поражения той или иной надводной цели. Технологии растут, причем с обоих сторон, как в системе ПРО, так и в системе ракет, поражающих противокорабельных, допустим, ракет и ракетных комплексов. Ну вот, на этом, наверное, на сегодняшний день мы закончим ответы на вопросы и доведение оперативной обстановки. Хочу поблагодарить всех своих подписчиков, всех, кто ставит лайки. Распространяйте это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей и почерпнуть отсюда какие-то полезные для них знания. Отдельное спасибо тем, кто помогает каналу. Ну а мы верим в вооруженные силы Украины. Победа будет с нами. Слава Украине!